Более двух сотен ребят из 17 образовательных учреждений принимают участие в первенстве Ангарского района по пулевой стрельбе. Большинство спортсменов прошли подготовку по первичному владению оружием. Среди них представительницы прекрасного пола, причем некоторые девушки в искусстве стрельбы и с пневматики могут дать фору парням. Когда был конкурс солдат это генерал, у меня было 10 из 10 я выбила, то есть как бы не у всех было. Было неожиданно, очень приятно. Видно, что чувствовалась победа над собой. Такие состязания на меткость всегда приурочены и ко дню защитника отечества, ведь именно стрельба, по мнению асов, воспитывает лучшие черты характера у будущих мужчин. В данном случае настоящие стрелки воспитываются здесь, в тире, со школьной скамьи. Соревнования проходили в два этапа. Первый этап – это отборочные соревнования прошли в самих образовательных учреждениях, где были выявлены ребята наиболее подготовленные. Потом в течение месяца они занимались у нас, готовились более профессионально к соревнованиям. То есть у каждой школы был определенный график, то есть каждая школа приходила и имела возможность отзаниматься в нашем тире до соревнований. За несколько лет состязания в этом году пятые по счету юбилейные ДСАФ подготовил около 300 разрядников и десятки кандидатов в мастера спорта. В ходе первенства часть ребят наверняка выполнит нормативы на получение квалификационных книжек. Победители и призеры будут награждены медалями, грамотами и кубками. Итоги первенства по пулевой стрельбе подведут в торжественной обстановке в грядущую пятницу, в преддверии Дня защитника Отечества. Ольга Дерибера, Дмитрий Новопашин, Местное время.